Астрология и счастье Астрология и счастье Александр Владимирович Какие-то важные точки, типа 20-21 марта День равноденствия Ладно, давайте поговорим об астрологии Астрологическая весна начинается А что нужно сделать, чтобы составить точный гороскоп Допустим, на человека конкретного Что от этого? Надо посмотреть в цвет его глаз Вес, рост Дата, время и место рождения То есть астрологи о людях, как о консервах судят по дате изготовления, да? Дата, время и место Дело в том, что существует просто помимо такой популярной астрологии Которая обычно, вот скажем, в газетах, в журналах печатается Такая профессиональная астрология Которая ориентирована на конкретного человека И там очень широкий инструментарий И астрология подходит к человеку очень индивидуально Не как среднестатистическому А очень-очень индивидуально Но это когда конкретный гороскоп создается на конкретного человека Да, либо на конкретное событие На государство, на какую-то партию, организацию и так далее И все, что имеет рождение, все, что имеет рождение во времени и в пространстве На это все можно построить Вот у меня вопрос, можно ли составить астропрогноз для Челябинска? Конечно А вы составляли, ну наверняка же вы составляли Я составлял, да, но здесь интереснее составлять на Россию в целом Почему? Потому что как-то эти тенденции лучше проявляются Все-таки Челябинск это как бы часть России Ну, у нас все будет хорошо? Скажите честно Если учесть, что финансовый кризис продолжается, то не очень Ладно, так, все уменяем тему, уменяй Потому что утро все-таки А вот скажите, вот то, что касается астрологов Ведь многое зависит, наверное, от того астролога, который составляет этот астропрогноз, правильно? Ну, в принципе, да, как художник, который рисует картину Да, либо мы туда вдыхаем жизнь Да, один и тот же пейзаж, можно по-разному нарисовать Так что и здесь астролог, как и психолог, кстати говоря Два разных психолога видят человека немножечко по-разному А как это? У каждого своя методология, да, какая-то? Ну, расчет один и тот же, а интерпретация, трактовка, конечно, исключительно как бы индивидуальные вещи А вот есть, можно я спрошу? Да, перемей меня Прости, пожалуйста Совместимость знаков зодиака Вот много людей относятся к этому очень серьезно Я вот наоборот, я не понимаю, какая разница Я вот всегда читаю, по одному знаку я несовместима, допустим, по одному гороскопу А по восточному гороскопу совместимость, допустим, вот у нас с супругом Как быть в этой ситуации? Ну, восточный гороскоп это социальный гороскоп Это поведение, ну, в социуме, на работе, там, с коллегами и так далее Такой зодиакальный гороскоп, это более личный гороскоп А в психологии есть четыре психотипа, да? В коллегии, там, фрегменты, зодиаки Вот в астрологии их 12 Вот, это, то есть, это уже гораздо более точная система Но это, опять же, это популярная система Если мы будем говорить о совместимости, то нужно конкретно гороскоп одного человека накладывать на другой И тут можно очень подробно описать совместимость До брака, после брака, там, и так далее То есть, в зависимости от периода взаимоотношений Александр Владимирович, а вот, мне кажется, астролог, профессионал Вот вы же профессионал, может определить, к какому гороскопу относится человек Это не всегда К тому по гороскопу Это не всегда, почему? Потому что помимо Солнца, где оно находится Очень важен, какой знак восходит на горизонте Там, где Луна и так далее Человек может по-разному себя вести и совершенно быть непохожим на тот знак, который, в принципе, он представляет Которым является Два страна Ну, допустим, глядя на меня, скажите, пожалуйста, кто его по гороскопу? Ну, я думаю, что вот телевидение, оно очень часто, как бы, это воздушные знаки То есть, это либо близнецы, либо водолеи, либо весы К точку! А я? К точку! Ну, сложно мне сказать, потому что, ну, я думаю, что может быть тоже где-нибудь рядышком Вот, дело в том, что... Нет, нет, нет Я же говорю, что помимо Солнечного знака Ну, понятно Там еще другие, да И поэтому и внешность может быть разная Как бы два человека родились в один и тот же, например, день даже Имеют разную внешность, имеют разные наклонности, имеют разный характер Один экстраверт, другой интроверт То есть, тут много нюансов А вот говорят, что еще по астрологии можно ввести садовый календарь, это так? Конечно То есть, к ритмам Луни привязаны многие вещи Вот, и, кстати, цикл женской репродуктивности, он тоже к Луне привязан Не только сад и огород И астрология, кстати, позволяет многие вещи решать Именно связанные с планированием ребенка, например, и так далее Можно даже планировать определенный пол ребенка Не то, что вы приходите на УЗИ и вас ставят перед фактом А можно закладывать определенный пол ребенка Где вы раньше были? У меня три мальчика Вот, надо всему учиться Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли Поздравляем вас еще раз с праздником Да, я напомню, что у нас в гостях был руководитель астрологической школы Александр Саладухин Сегодня день астрологии во всем мире Ну, а в программе «Наше утро» свой астропрогноз И Александр Порыгин, ей слово